Space VoIP звонки и конференц-комната. На этом начинала работать наша компания. Была огромная и большая идея создать нечто большее. Когда компания начала свое более бурное развитие, спустя практически год, компания и ее руководство объявило о том, что намерено выходить на IPO. И в этот момент у многих лидеров было большое желание, огромное желание каким-то образом иметь к этому неправильное отношение. То есть быть не просто рядовым дистрибьютором какой-то компании, но таких в мире 5000 сетевых компаний, может 6, может 7. Вы знаете, я не знаю сколько, если все взять вместе, потому что некоторые непрофессионалы даже хайпы и пирамиды, и прикрытые пирамиды называют сетевыми компаниями, и откровенные пирамиды пытаются называть сетевыми компаниями. Поэтому я все-таки считаю, что более-менее нормальных компаний порядка где-то 3000 компаний. И вот в этом большом количестве мы не имеем никакого непосредственного отношения к самой компании. Мы можем лично старости соблюдать этику, это очень важно. Нужно всегда соблюдать этику, потому что большие деньги – это следствие. Это следствие не только правильных действий, личностного роста, изменения образа мышления, другие качества, другие характеристики. Ты человеком становишься. Я знаю, очень многие люди любят вспоминать свое прошлое, яркие моменты в своем прошлом. Там бывал, то видел. Я недавно словил себя на мысли, что я не люблю вспоминать свое прошлое, и со временем я его все меньше и меньше люблю вспоминать, потому что я не нравлюсь себе такой, какой я был раньше. Все-таки я благодарен сетевой индустрии, нормальному сетевому маркетингу за то, что он заставил меняться, за то, что он заставил работать мозги, за то, что он заставил личностно развиваться. Я очень благодарен всем тем, кто отсеялся по дороге, всем тем, кто не справился, и еще больше благодарен тем, кто приходит новый, те новые люди, которые встречаются на пути, те новые люди, которые в состоянии ученика, потому что пока нет ученика, не приходит учитель. Я очень рад всем этим изменениям. И мне все больше хочется вспоминать яркие последние события, а не вспоминать свое детство, академию, обучение. Я больше не хочу быть таким, каким я был раньше. Мне нравится то, какое я сегодня, какое я сейчас. Я с предвкушением смотрю в будущее. Потому что с такой динамикой, с такой перспективой невозможно не любить эту индустрию. Ты растешь духовно, личностно. Ты окружаешь себя людьми, которые также растут вместе с тобой в это же направление. Все больше и больше людей, созданные лидерами условиями, выводят и компании, созданные условиями, выводят на колоссальные большие результаты. Это дает другой уровень удовлетворения. Когда у тебя достаточно денег для осуществления всех своих необходимых целей и задач, и ты начинаешь уметь радоваться за то, что другие люди рядышком с тобой начинают менять свою жизнь к лучшему. И совершенно по-другому себя ощущаешь. И вот в тот момент, в тот момент компания сделала беспрецедентный шаг. Компания создала пакеты, которые назывались Golden Share. И дала возможность небольшому количеству людей, кто успевал, потому что они были в ограниченном количестве, их приобретать. Golden Share переводится «золотая доля». Это как пул-бонус. Сегодня вы знаете, это как пул-бонус, но в данном случае имелось место разговор о том, что компания, которая будет существовать много лет, она будет иметь товарооборот, и процент от товарооборота может разделяться между этими пакетами Golden Share. Всего их тогда было продано 13500 пакетов, и достались они 7500 человек. Итак, в мире есть 700 человек, которые осознанно, неосознанно, ради маркетинга, понимая, не понимая, ради именно прикосновения непосредственно, хоть каким-то образом, не напрямую, но опосредованно, хотя бы в виде вот этого пул-бонуса, иметь процент, независимо от своих маркетинговых результатов. То есть вы должны понимать, что все пул-бонусы обычно, они лидерского характера, или квалификационные, и выходя на эти результаты, люди там получают какие-то дополнительные бонусы, возможно, от товарооборота компании. Но в данном случае разговор был о том, что, возможно, человек и не станет строить бизнес, возможно, он из другой компании, возможно, он бизнесмен, возможно, он просто хотел бы иметь отношение к этому проекту, и люди начали покупать эти пакеты. В моем случае я взял этих пакетов 13 штук, у меня на 16 250 долларов вот этих пакетов. И внутри был восторг, восторг, когда разговор пошел о IPO, о бирже. То есть следующим, после прикосновения к компании, был разговор с президентом, когда Фабио говорил, что я хочу большего, я хочу, чтобы наши партнеры активные, неактивные, может, они представители других компаний, но понимая, что мы первая технологичная, такая вот сложная компания сетевого бизнеса, потому что компании, которые работают с косметикой, с добавками, с моющими средствами, с травмами, там их очень много, этих компаний, и есть определенные прогнозирования их развития, их развития, их графики роста, снижения, перехода в остаточный уровень. То есть я не буду сейчас называть конкретные компании, но некоторые из них еще полгода назад кричали о том, что мы на пике. Говорю, я вас поздравляю, сейчас я вижу их снижение. Сейчас пытаются кричать другие. Я их тоже поздравляю, через полгода у них будет снижение. Есть законы, законы рынков, работающих с финансами, работающих с БАДами, косметикой, все это замечательно. Но есть другой рынок, нелегкий рынок, потому что он высокотехнологичный рынок, но рынок, который впитывает в себя миллиарды-миллиарды долларов оборота. Это рынок технологий и коммуникаций. Вы только посмотрите на сегодняшний момент, если взять рынок коммуникаций, технологий, он уже давно ушел за 300 миллиардов долларов годового товарооборота. Это при том, что ему всего лишь каких-то чуть более 10 лет. А это в два раза больше, чем все в мире сетевые компании вместе взятые. То есть это огромная площадь, на которой можно развернуться. И поэтому с этой точки зрения тогда я покупал данные пакеты и всех, кто их покупал, потому что они видели перспективу. Ведь даже если мы не будем претендовать на мировое господство, чтобы быть с точки зрения технологий компаний номер один, то есть не замахиваться на такие гиганты, как Apple, Microsoft, а просто участвовать в этом рынке, то можно быть миллиарды. Мультимиллиардные компании, даже будучи вся в месте мирового рейтинга данного классического бизнеса. Это очень сильно вдохновляло, потому что это огромное поле для деятельности. Это не рвать те 3-5%, которые покупают люди БАДы и в мире без лишних тысячи компаний, которые пытаются доказать, что они лучше, чем сосед, чтобы отвоевать вот этого 3-5% клиента или там другие направления компаний. Это рынок, который использует 85% населения планеты на сегодняшний день. А также, забегая немножко наперед, это модернизация данного рынка, потому что вы все видите, что около 5 лет назад началось зарождаться, начинается предстартовый бум в мире на системах технологий. Еще только идет подготовительный период, а уже более 35 миллиардов долларов товарооборота в год. И специалисты говорят, что данный рынок, рынок носимых технологий, он будет развиваться со скоростью, которая будет превышать, которая будет намного превышать скорость развития рынка мобильного, рынка коммуникаций. И поэтому быстро объем этого работа рынка носимых технологий также выйдет на те же 300 миллиардов. И мы сегодня с вами, который имеет два плеча, два крыла, которые работают в этих направлениях. У нас есть рынок мобильных продуктов и рынок носимых технологий. Правое и левое плечо. Правое и носимых, левое и мобильных. Одна территория уже занимает 300 миллиардов долларов готовности и желания населения планеты потреблять данные продукты. И совершенно новое направление, которому несколько лет рынок носимых технологий, но уже занимает более 35 миллиардов долларов и стремительно растет, но пускай 3, 4, 5 максимум лет и тоже выйдет на 300 миллиардов долларов. И вот на этом поле в 600 миллиардов через каких-то 5 лет мы будем с вами вращаться. Какой процент этого будет у нашей компании? Сколько мы будем представлять на этом рынке? Я не знаю, но я помню развитие того же Microsoft, когда один из трех учредителей на старте, а на старте всегда бывают моменты сложные, когда хочется вчера, будет завтра, а ты сегодня. И это раздражает, потому что нужно тебе уже вчера много результатов, результаты обязательно будут завтра, а сегодня ты должен принять правильные решения. И этот человек не выдержал на старте, он продал тогда свою долю, она тогда стоила каких-то чуть менее 900 долларов. В результате на сегодняшний день, ну он, конечно же, не знал, что компания так вырастет, но он потерял всего лишь каких-то 46 миллиардов долларов. Ну, вот такая стоимость того процента акций, той доли, которая была на заре на старте. Я не претендую на такие цифры. Мне бы сотую часть от этого, и я бы уже был счастлив, так же, как и каждый из вас. Но я понимаю другое. Для того, чтобы иметь терпение во времени, для того, чтобы дать большие результаты, ты должен любить то, что ты делаешь. Потому что если ты временный, если ты как потребитель пришел, если ты в чем-то еще сомневаешься, не доверяешь, если ты на каком-то этапе еще не имеешь стержень, веры, доверия, ты как бы держишь сосуд с наполнением, и это наполнение, каким бы оно ни было вкусным, но ты аккуратно пытаешься сделать первый глоточек. А вдруг горячо? А вдруг палится? Это нормальная позиция. И вот на сегодняшний день многие из вас в этой позиции. Но на сегодняшний день есть те первые люди, которые перейдут на другой уровень. И это уровень, тот, о котором говорил тогда Фабио. Он говорил о том, что мы справимся. Мы обязательно выйдем на IPO. Мы обязательно будем представлены на бирже. Мы обязательно будем акционерной компанией. Мы будем иметь акции. Мы будем котироваться. И вот эти первые пакеты Golden Share, которые люди покупали, чтобы иметь долю от 1% оборота компании, я заменю на акции. Люди станут акционерами. Кстати, в течение этих 4 лет, пока было, я знаю, что даже сам лично, настолько вот эта мечта быть совладельцем части компании, быть реальным владельцем материальной ценности, которую можно передать по наследству, которая можно владеть, которая можно десятилетиями, которая представляет рыночные ценности. Быть держателем именно акций компании, она грела душу. Я люблю эту компанию. Я верю в это. Я вижу на моих глазах, как развивается компания. И поэтому было очень больно, когда не получилось выйти на лондонскую биржу. Потому что первым прицелом у Фабио был тогда Лондон. Он сделал все возможное, чтобы вывести компанию на IPO. Он потратил на модернизацию, на документы, на все остальное более 800 тысяч евро. И все это закончилось тем, что компания не смогла пройти коррупцию данной биржи. Нет ни одной компании сетевого маркетинга на той бирже. Лондон достаточно коррупционен. И я помню тогда, процентов, наверное, 50 акционеров полностью расстроились, потеряли веру. Потому что ведь не все предприниматели по жизни, не все опытные. Ведь многие приходят в сетевой маркетинг с трудовым стажем. Учителя, педагоги, инженеры, конструкторы. И эти люди не были в состоянии руководителя собственного предприятия. Они не проживали моменты спада и падений. И мы все, все простые люди, мы очень эмоциональны. Мы мечтаем, чтобы сделать какой-то шаг, рывок. Чтобы жизнь была как сказка. Чтобы давала только приятные эмоции, ощущения. И многие настолько не верили даже в тот момент, что вот сейчас пойдет IPO, пойдет биржа, акции. Они будут не просто партнерами, участниками. Они будут держателями части компании. Они будут совладельцами этой компании. Они будут другую иметь ценность. Они просто по-другому будут относиться к этой компании. Потому что они будут бороться за то, чтобы она была счастлива, успешно, чтобы она работала десятилетиями. И тогда был вот этот момент, такое расстройство. Я помню на очередной конференции мы говорили с Файблой. Файбл сказал, что проиграл это только тот, кто остановился. Я никогда не остановлюсь. И Лондон не единственное место в мире. И тем более, что мы технологичная компания. И поэтому мы будем смотреть в сторону Америки. Американских рынков, ценных бумаг. Мы будем смотреть в эту сторону. И новый лучик, новый лучик, он проскочил, когда компания вошла на OTC Market. На биржу, ну скажем так правильно, на площадку ценных бумаг OTC Market. Это были новые надежды. Это были новые моменты. Единственное, что было непонятно, почему нам не начинают менять пакеты Golden Share на данные акции. Это потом со временем стало понятно, когда немножко посильнее изучили процесс. Во-первых, Файбл сказал правильно, это очень рисковый ход. Мы впервые на бирже. У нас стартовый рейтинг. Наши акции могут колебаться. И неизвестно, насколько мы сможем подняться. Но нам удалось пройти доллар. Нам удалось пройти на OTC Market и доллар. Нам удалось выйти на какой-то еженедельный, ежемесячный объем движения, торговли этими акциями. Но Файбл не был уверен, что было сделать этот подарок и дать нашим партнерам акции. Он говорит так, я не знаю, кто из вас сколько будет с нами в этой компании. Я не знаю, какие у вас мысли. Я не знаю, что у вас внутри. Я строю проект на основании своих вчерашних ошибок. Я строю проект для того, чтобы этот проект был на многие-многие годы и в будущее. Мне уже не 25. Мне уже далеко за 40. И я думаю о том, что будет, когда мне будет 60, 70, 80. Я не хочу строить какой-то следующий проект. Я хочу, чтобы у Волт был настолько мощный фундамент, чтобы у Волт был моей пенсией. И когда ты понимаешь, о чем говорит президент, и когда ты понимаешь, насколько это искренне, ты его начинаешь поддерживать. И в тот момент больше ни одного раза мы, лидерский совет, все, президент Даймонда, президент Миллионера, никто больше не просил по TC-маркету. Потому что мы понимали, что в словах Фабио есть весомость, очень серьезная весомость, ответственность. И он действительно с душой подходит и с ответственностью перед людьми. Потому что мне очень нравится, иногда вот приватка, он говорит, а он не понимает, что мы не хотим построить какую-то там, как другие делают, финансовую пирамиду или прикрытую финансовую пирамиду. Мы хотим построить проект, реальный проект. Да, это будет тяжело, да, это будет непросто. Но мы реализуем эту мечту. И даже те самые первые люди, которые когда поверили, тогда инвестировали свои деньги в развитие этой компании, покупая пакеты Golden Share, даже они в первую очередь должны максимально быть удовлетворены. Так вот, друзья, на сегодняшний момент мечты Фабио начинают осуществляться. Потому что следующим местом, следующей площадкой, о которой, вот помню, был один такой момент, мы тогда в Бразилии были, я как раз закрыл президент Миллионера, и отдельно была возможность немножко пообщаться с Фабио. Он сказал о том, что да, есть одна площадка, я, правда, не знаю, как о ней мечтать, но мы достаточно амбициозны, мы бы, конечно, хотели рискнуть и попробовать. Это NASDAQ. Это всемирно известная биржа, на которой самый большой успех приобрели наши, самые известные в мире высокотехнологичные компании. Это биржа компаний, которые работают с high-tech, с технологиями. Именно на этой бирже приобрел свою известность стоимости своих акций концерн Apple. Именно на этой бирже в 408 раз за время своего существования поднялись акции компании Tesla. Именно на этой бирже сделали свое состояние и приобрели реальную, миллиардную, мультимиллиардную рыночную стоимость очень многие крупные компании в индустрии и технологии. И аккуратно, теперь уже без лишнего опломба, пришла информация о том, что компания вышла на IPO, что компания присутствует на NASDAQ. И нигде даже в презентациях первое время не давалась эта информация, знаете, как вот в той русской пословице, чтобы не сглазить. И нам очень повезло. И нам очень повезло, потому что акции начали подниматься в цене. Инвесторов начала интересовать наша компания. Они изучали официальные отчеты. Они смотрели, чем мы занимаемся. Они изучали перспективы товарооборота и рынков, на которые мы идем. Потому что вы должны понимать, что на бирже есть две категории людей. Есть люди, которые просто спекулируют. Просто как игроки. Азартные люди. Они готовы сегодня вложить 100 тысяч долларов и тут же через два часа продавать эти акции, потому что там они выросли чуть-чуть и есть зазор разницы. То есть это игроки. Но есть очень много серьезных крупных бизнесменов, миллиардеров, мультимиллиардеров, которые не мыслят как в лотерею. Их не интересует игра купить и через полчаса продать, потому что поменялся курс там на 0,2 доллара. Это люди, которые создают капиталы. Это люди, которые создают... Это как, понимаете, это альгархически, это вот голубая кровь, да, другой уровень мышления. Это люди, которые инвестируют для того, чтобы отдать потом по наследству. И все больше и больше этих людей начало появляться на горизонте компании. Конечно же, это привлекло внимание и других людей, которые любят использовать курс. В результате это дало естественный ажиотаж. Люди, которые любят покупать, продавать акции, создали вокруг нашей компании информационное поле. Это поле привлекло людей, которые основательные инвестора. И в совокупности, буквально за последнюю неделю, после объявления компании официального, признанного, задекларированного товарооборота за последний год, и то, что компания в нашей индустрии вошла в лучшую сотню мировых компаний, до прогнозируемость прибыльности держателям акций. То есть, привлекло как раз ту категорию людей, которые приходят не для того, чтобы прийти, имея акции, завтра их продать, а для того, чтобы ими владеть. И в следующий слайд, посмотрите, что это дает. Это фантастическая ситуация. Это просто непрогнозируемая ситуация. Потому что еще неделю назад стоимость одной акции была 2 доллара 30 центов. Никто даже не мог подумать, что они уйдут за 7 долларов за акцию. Просто никто не мог подумать. Ребята, капитализация нашей компании более 100 миллионов долларов. Вы понимаете, стоимость нашей компании, рыночная стоимость увеличилась в десятки раз. В среднем проходимость торговли ценными бумагами достигла 10 миллионов долларов. И я радуюсь росту акций и радуюсь этому объему. Почему? Потому что все больше и больше приходят людей, которые хотят иметь и владеть акцией, а не продать их, а не поиграться на разнице в цене. И я прекрасно понимаю, что даже если... Не будем брать вот эту цифру в 7 фантастических долларов. Даже если возьмем там 3, 4, 5 средних, средний курс в год. Я прекрасно понимаю, что у нас есть шанс, чтобы за несколько лет, и может быть за год нам повезет. К нам пришло настолько достаточно много именно инвесторов, которые хотят владеть десятилетиями, передавать по наследству акции этой компании, нашей с вами компании, что уже вот этих скачков курса практически их не будет. То есть когда годами стоимость акций в рамках не более чем 10-5% от цены, потому что большинство они находятся в руках серьезных людей, дальновидных людей, понимающих, что рынок это рынок, который будет только развиваться, только увеличиваться. Это вечный бизнес. Люди всегда будут это использовать. Люди никогда не откажутся от того, что они имеют. И вот этот момент перспективы стабилизации. То есть я сегодня не говорю о том, что я бы хотел мечтать, чтобы там наши акции стоили 20 долларов за акцию. Да нет, ребята, зачем вот эти сумасшедшие мечты? Моя мечта, чтобы на каком-то этапе это остановилось, и десятилетиями не менялось и держалось, и каким-то образом увеличивать их количество. То есть, друзья, мы сегодня говорим вот о чем. Ориентировочно 26 числа компания нам готовит официальный документ со всеми моментами, со всеми нюансами, с описанием официальных данных о том, что все владельцы пакетов Golden Share, все те 7500 человек, которые поверили в компанию изначально, компания заменяет эти пакеты на реальные акции компании. Компании, которая сегодня котируется достаточно высоко, как вы видите, компанию, которая вышла на IPO, компанию, которая досойно себя начинает чувствовать и позиционировать на всемирно известной бирже NASDAQ. И, возможно, вы меня сейчас услышите, возможно, у меня будут единомышленники и сторонники. Я рад, я рад, что сейчас очень многие тысячи людей, они вновь обрадуются, что все случилось, вернутся в компанию. Я буду очень рад, если в этом количестве будет личностно растущих, как можно больше понимающих, что сегодня заработать 5-6-7 тысяч долларов, продавая эти акции, это не те деньги, которые можно заработать через, например, те же 5 лет, если быть держателем. Я думаю, будут у меня такие единомышленники, потому что мы с вами были в состоянии ожидания 4 года, а теперь это случилось. И теперь какие-то считанные дни отделяют нас от детализации данной информации. А также, следующий слайд. Я бы хотел сказать еще более сильную информацию, потому что компания сегодня у нас достаточно большая, она включает сотни-сотни тысяч людей. Но вы все прекрасно знаете, что одним из очень вкусных продуктов, которые присутствуют в руках абсолютного большинства активно работающих на сегодняшний день партнеров и клиентов, является следующее направление, которым мы занимались 2 года. И перед тем, как сказать еще одну новость, я хочу с разрешения всех участников данной конференции обратиться к тому маленькому первому количеству, всего лишь 7500 акционеров. Ребят, я тоже в этом числе. Я хочу вас поздравить с тем, что мы победили, что у нас это все состоялось. Я хочу вас поздравить с тем, что сегодня начинается наш другой этап, наш другой этап развития и жизни в этой компании. Мы имеем сегодня владение, мы имеем сегодня прямое отношение к этой компании. И каждый из вас сам решит, как этим распоряжаться. Это ваша жизнь. Но я знаю, как я распоряжусь этим. Я знаю, что быть, владеть и соответствовать, это дает другое внутреннее настроение, дает энергию и желание на работу. Поэтому поздравляю нас. Самый первый вопрос, который был в ожидании, решен. И больше мы к нему не будем никогда возвращаться. Мы просто сейчас пройдем процедуру получения акции вместо пакетов Google Share. Теперь перейдем к следующему вопросу. Два года мы с вами занимались Power Unit. Мы инвестировали деньги в венчурные строительства объектов, производства электроэнергии, которые мы строили только в рамках госзаказа и только в рамках Киотского протокола. То есть программы субсидирования предприятий, развивающих возобновляемые рынки энергетики. В данном случае мы с вами превращали солнечную энергию в электрическую и имели дивиденды, имеем дивиденды от реализации данного продукта. И вот здесь такая вот очень сильная информация, потому что я, наверное, еще до конца не оцениваю мощь этой информации, то, о чем говорил Фабио на Бали. Он сказал о том, что он хочет предложить промоушен. Он сказал о том, что он хочет также людям, которые владельцы солнечных панелей, дать это ощущение причастности к компании. Он показал, что это способ решить все накопившиеся вопросы за это время. Что это способ поменять свое отношение к компании, поменять капитализацию. И вот здесь очень сильный финансовый вход. Это способ поменять ощущение денег в реальности. Потому что, друзья, вы должны понимать, что даже самые простые люди, они долларовые миллионеры. Просто они этот один свой доллар зарабатывают за 40 лет, ходя на работу. И вот оно не чувствуется, потому что деньги чувствуются во времени. Поэтому мы и говорим о том, что, друзья, будьте настойчивыми, стройте сеть, делайте квалификации. Потому что, знаете, в ВОРД очень много людей, которые заработали 1000 долларов. Но те, кто зарабатывает 1000 долларов за 2-3 месяца, он его не ощущает. Потому что это небольшие деньги в 3 месяца. Но когда люди делают квалификацию платины, например, и зарабатывают 1000 долларов за неделю, они это начинают ощущать. И точно так же сегодня, когда мы говорили о том, что нам нужно двигаться вперед, нам нужно делать миллиардную кампанию, когда мы говорили о том, что мы закрываем вопрос ожидания самыми первых, самых первых людей, самых любимых, потому что они поверили, когда у компании вообще ничего не было. Когда компания сегодня очень правильно осознала, что в первую очередь людей, простых людей, интересует скорость доставки продукта. Что людей интересует динамика и вывод средств. Когда компания это все видит, что немножко 2015 год был упущен, потому что не на то делалось ставка. Да, мы при этом сделали больше товарооборот, чем в 2014. Но мы ведь могли сделать в 5 раз, возможно, больше, выйти в 6. И вот этот анализ, анализ на Новый год этих ошибок, он привел к кардинальным изменениям. Я немножко как бы вернусь сейчас в прошлое, в данной конференции, но подведу черту, как бы и поставлю акценты. Смотрите, сегодня компания очень грамотно переместила акценты даже в тех продуктах, которые мы имеем. Потому что, смотрите, вот самый распространенный момент 2015 года. Компании ведь еще тогда, год назад, на Боли нам показывали на слайдах все те продукты, о которых мы сегодня говорим. То есть компания принимала решение начать заниматься физическими продуктами. Это было гениальное, правильное решение. Потому что я прекрасно помню, что очень часто были такие моменты, когда люди спрашивали, ну а как же так, я вот покупаю солнечные панели, но я их все-таки не вижу. Они же там где-то стоят в Румынии, в Японии. А вот если бы я мог их осизать, или может еще какой-то продукт, который можно пощупать. Я помню, как мы все в Дубае обрадовали, что компания приняла решение начать физические продукты в направлении технологий, коммуникации и носимых технологий. Это производство смартфона в направлении мобильного рынка и производство алюминия в направлении носимых технологий. И потом Фабио сказал, что я сожалею. Я очень сильно сожалею, что как компания, как производители мы сделали правильно. Мы начали разработку, в первую очередь, самых сложных продуктов, требующих большого времени, больших затрат интеллектуальных и имеющих длительный, сложный технологический производственный процесс. То есть особенности, чтобы вы просто понимали. Если взять, например, иллюмина, то оптика, наша особенность оптика, это слишком длинный процесс ее производства. А также некоторые технологические решения, потому что никто никогда не пытался в такое маленькое устройство поставить все вместе и батарею, и процессор, и экран. То есть практически в очки поместить смартфон, как планшетом, как хотите, так и называйте, чтобы это все еще и было удобно, классно в движении, в использовании. То есть там решений нужно было много поделать. И в то же время смартфон. Смартфон, как продукт, который достаточно известный и очень продаваемый в мире. Сегодня мы все любим современные телефоны, но и там, и там есть достаточно длительный технологический процесс. И в этот момент, Новый год, пришло у компании четкое осознание, что, к сожалению, большинство людей, они ведь не бизнес настроенные люди, что им еще нужно личностно вырасти и прийти к этому моменту, в чем разница обычного потребителя, который приходит в Евросеть, чтобы купить телефон, и в чем разница предпринимателя, который строит предприятие, строит инфраструктуру, для того, чтобы на этом потом зарабатывать деньги. И вот в данный момент, в данный момент произошло вот это удивительное, то, что большинство людей начали обижаться и расстраиваться, что как же так? Нам кажется, что мы слишком дожидаем, мы слишком долго ожидаем, когда мы будем получать свой продукт. Мы, может быть, слишком заранее узнали о том, что планируется. И в этот момент Фабий сказал, да, нам пришлось пересмотреть всю ситуацию, потому что, с одной стороны, мы хотим мультимиллиардную основание, с другой стороны, мы понимаем, что мы можем быть мультимиллиардной компанией, потому что у нас есть мозги, ресурсы, возможности, мы движемся в правильном направлении, у нас есть целый ряд запланированных продуктов, до которых мы можем это все сделать, но мы выбрали для производства правильные, но для сети неправильные стратегии. Мы начали для производства сложных продуктов, чтобы потом делать те, которые делать можно намного быстрее, а нужно было сделать все наоборот, потому что, конечно, хочется гордиться, что ты первый в мире, кто выпустил носимую технологию в виде там носимого компьютера, но в то же время можно было бы и не выигрывать это первое место, которое мы заняли, а заняться, ну, скажем так, дать эту технологию там через два года, как это планирует дать Microsoft и другие компании, а сегодня заняться теми продуктами, на которые нужно меньше времени для того, чтобы их производить, чтобы не было срока в ожидании, чтобы у людей был драйв, вот этот энтузиазм, и чтобы вот эти первичные, первые товарообороты, там, запуски новых стран, подписания людей, чтобы делать на продуктах, которые легко производить в больших количествах и можно быстро, потому что, друзья, когда вы хотите заработать большие деньги, и это по маркетингу проценту от товарооборота, то данный товарооборот нужно обеспечить продуктам, а если мы хотим иметь большую компанию с товарооборотом в 1 миллиард долларов в год и более, то это на 1 миллиард долларов в год, это сотни тысяч, миллионы единиц продуктов, которые нужно произвести вовремя и доставить быстро, и вот эта революция, она началась на новый, сегодня мы просто увидели уровень и готовность компании к выполнению данной задачи, мы сегодня увидели насколько, то есть, вот что мы делали на Боли, мы получали информацию, конструктив и удовольствие, потому что сегодня я понимаю, что у меня достаточно аргументов, информации, для того, чтобы вернуть к жизни любого, любого человека, если он слышащий, слушать, он готов увидеть всю картинку, ему будет что сказать своим людям, и все те новые люди, которые придут, например, через полтора месяца, два месяца, три месяца, они даже никогда и знать не будут о том, что можно было там вот несколько месяцев ждать телефон, потому что производство занимает до 90 дней, партии, и те люди будут получать все вовремя, согласно, как говорится, расписанию, и те люди, которые будут покупать через месяц эту же люмину, они не будут знать о том, что были люди, которые ждали ее 7 месяцев, 8 месяцев, что эти люди имели отношение непосредственно к моменту создания продукта, и эти люди никогда не будут знать, что был период, когда производственные моменты идут в разрез с сетевыми моментами, и я буду счастлив за всех тех партнеров, которые меня сейчас слышат и услышат, и поймут, что да, это был неправильный ход, нам не нужно было начинать создавать сложные, высокотехнологичные продукты, нам нужно было сначала запустить Hello и Station, потому что и Hello и Station эти продукты можно производить в огромных количествах, достаточно быстро, мы использовали весь денежный там и другие временные ресурсы на производство других двух люмина и телефон и смартфон, и вот за эти три месяца компания полностью перестроила свою политику, компания полностью перестроила производственные моменты, компания допродумала очень много моментов и нюансов, компания на сегодняшний день сделала очень правильные действия, кстати для того, чтобы у вас было правильное понимание, все продукты, которые у нас есть, они всегда и будут, просто больше происходит товарооборота, когда продукт лежит в бизнес пакете, то есть если например возьмем тот момент, что у нас есть Lumina, у нас есть Space Phone, у нас есть Space Station, у нас есть мини Space Station, у нас есть глобальные и национальные сим-карты, у нас есть Space System, в которые входит видеооткрытка, куда входит конференц-комната, Void для звонков, куда входит облако, куда кстати сейчас добавят автореспондер, что делает безумно в спейс-систему, потому что вы все прекрасно знаете, что новые Station, они теперь работают на двух каналах, и они не только дают MSL на 5 ГГц, они дают еще дополнительно обычный Wi-Fi, в который видим всеми устройствами, производимыми другими компаниями, тем же Samsung, Apple, тем же ноутбуками, планшетами, потому что сегодня очень классный ресурс, который заменил хаби, об этом мы скажем дополнительно. Итак, друзья, смотрите, у нас есть все эти продукты, и как нам сделать правильный акцент, создать бизнес-пакеты, самый вкусный всегда пакет Executive, и за время работы компании уже замечено, что входит пакет Executive, за счет привлекательности по маркетингу, за счет очень сильных стимуляций, финансовых и других, товароброд именно тех продуктов происходит в большем количестве. Вот смотрите, на каком-то этапе компании, когда компания работала по госзаказам и принимала заказы на солнечные электростанции, именно панель поставили в пакет Executive, и мы тогда сделали ту самую первую революцию, только потому, что панели стояли не отдельно в ассортименте, а они входили в пакет Executive, мы сами, может быть, многие не понимали в энергетике ничего, мы только понимали самое что, либо 20, либо 14 процентов годовых мы можем получать от суммы вложенных денег. Этого было достаточно для того, чтобы плюс маркетинг, очень выгодные условия нашего маркетинга, и мы тогда сделали первый раз 2,100 миллионов долларов товарооборот, только потому, что панели стояли в пакете Executive, потому, что всегда выгодно брать самый выгодный пакет. И я вам больше скажу, 90% людей, наверное, которые прошли этот путь, они не осознавали до конца, что на самом деле происходит, в чем смысл энергии, насколько это интересно, они просто пришли маркетинг, и они видели в презентации, что есть самый выгодный пакет Executive. И вот, друзья, смотрите, компания сегодня очень грамотно пересмотрела свою политику. У нас немножко накопилась задолженность по смартфонам. Соответственно, смартфон, он никуда не делся, он как был, так и есть. Просто он теперь не входит в пакет Executive, а он есть в ассортименте отдельно. Точно так же, что касается Ленин, да, сейчас идет процесс до производства и отоварки тех первых трех тысяч заказчиков, которые могли первыми в предоплату продукт. После этого Ленина появится в продаже, но она точно не будет входить в пакет. Телефон и Ленина, они будут всегда в продаже. И эти продукты будут покупать тысячи людей. Но сотни тысяч людей все равно покупают те продукты, которые входят в пакеты. И поэтому на сегодняшний день для того, чтобы завтра может быть вернуться обратно к Ленине, к телефону и поставить их в тот же пакет Executive, мы должны временно их оттуда убрать. Убрать для того, чтобы больше пошел товарооборот на данном этапе развития компании, на продукты, которые можно быстрее в большем количестве производить. рост компаний, детализации, увеличение оборотных денег даст возможность и в большем количестве с запасом производить такие сложные продукты, как Lumen и SpaceFone. Но самое главное, со SpaceFone задача решена. Ведь Fidelity Membership, который 49 долларов, где мы платим за наши любимые цифровые продукты, а в конце года в подарок получаем SpaceFone, это уже решило вопрос по SpaceFone, потому что Fidelity замечательная программа, человек уже доволен, человек оплатил классные цифровые продукты, человек делает бесплатные звонки, у человека есть посткарт, конференции, у человека есть облако, у человека есть масса преимуществ, ему плюс в конце года дают в подарок SpaceFone. Но компания это решает вопросы. Почему? Потому что компания наперед, за год, за год наперед знает, в каком году, в каком месяце, сколько нужно подготовить SpaceFone и всегда может начать это производство за 90 дней, чтобы вовремя, без задержки, отоварить каждого человека и так будет каждый год, так будет десятилетие. И вот эта программа Fidelity, мобильный Fidelity, она войдет на очень долгую вашу привычку. продукт, который поменяет ваши отношения и вернет вам обратно мощнейшую мотивацию в веру в компанию, это будет как раз Hello. Почему? Потому что, во-первых, это новый продукт, во-вторых, он многофункциональный, в-третьих, он очень сильный продукт, и в-четвертых, он имеет для сетевого маркетинга просто невероятно феноменальную доказательную базу, потому что работает в трех направлениях, он же и фиксация всех всевозможных состояний здоровья человека, анализ, он же автоматизация процесса, потому что он же может сообщить вашим родственникам знакомых о критичных ситуациях, он же может быть системой экстренного вызова помощи с определением через GPS, навигацию, место нахождения, но и самое главное, он же и воздействует на человеческий организм, потому что там есть вот эти три замечательные направления Германии 32-й, магниты и ямалайские соли, и вот здесь смотрите, какой интересный момент, да, в начале июня первые hello, после этого я даже не представляю, ну, как нужно дальше не подписывать пачками людей, вот я просто на секунду представил ситуацию, у меня на руке hello, я с кем-то встречаюсь, если человеку недостаточно посмотреть цифру нашего маркетинг-плана, который сегодня платит даже больше, чем финансовые пиамиды, который сегодня самый мощный маркетинг-план в мире, и сходный, но человек естественным как-то образом, может быть, чем-то сомневается, да я возьму свой hello, одену ему на руку, но я только вставочки выему, я просто выниму германию, магнит и соли, одену ему на руку, замерю его показатели, на моем же телефоне программка стоит, по блютуз с моим телефоном это все соединено, я замерю показатели и покажу человеку, затем сниму этот браслетик, внутрь поставлю германии, соли, магнитик, и ему обратно надену на руку, через 5-10 минут я ему вновь покажу его же характеристики, понимаете, к чему я веду, вы все маркетологи, сетевики, большинство людей в этой конференции это люди, которые как раз строят сети, люди, которые как раз хотят заработать деньги, которые сталкиваются с возражениями, которые сталкиваются с сомнениями, которые сталкиваются с недоверием или отсутствием достаточного информирования клиентов, вы чувствуете какой вы переломный момент сделаете, вы просто сломаете его страхи, вы просто запустите другую Наверное, мотивацию. И вот эта удивительная система, сегодня сделать до максимума сильным пакет executive и поставить туда hello, она даст полностью искоренение любых негативов. Почему? Потому что человеку выгодно взять executive пакет, он же платит только за 6 hello, а седьмой получает в подарок. Таким образом, имея мембер кода, он 6 может передать следующим. Но эти следующие будут не клиентами, как в других компаниях, которые должны быть вне маркетинга. Везде выгодно взять большой пакет, но ты должен куда-то продать лишний продукт. Здесь ты с удовольствием берешь пакет executive, потому что ты в подарок себе делаешь таким образом hello, а 6 моментально отовариваешь. Понимаете, когда сегодня мы, например, зарегистрируем 10, 20, 30, вот за эти полтора месяца людей на пакет executive, это весь объем товара, который пришел. Вы подумайте только, во сколько раз ускорится ваш бизнес через полтора месяца, когда каждый имеет на руках для передачи 6 браслетов, и мгновенно сегодня, на сейчас, держа в руках товар, говорит, смотри, какой продукт тебе нравится, даешь деньги, я тебе даю сейчас товар. Сейчас товар, мгновенно, да? Интернет-проект с моментальной товаркой. Конечно, это даст вот ту другую, совершенно другую динамику развития компании. И вот почему, что делается сейчас в проекте. В проекте закладывается фундамент для создания совершенно других, более быстрых динамики, больших товарооборотов. Но при этом каждый понимает, что людям нужны ресурсы. То есть на этот год, на год выхода на миллиард товарооборота, нужно ускорить очень многие процессы, нужны другие ресурсы, другие возможности. И поэтому компания хочет объявить, и сейчас вам это все объявит, беспрецедентный промоушен, для того, чтобы во времени сжать финансовые потоки. Так вот, друзья, у нас более 50 тысяч, нас более 50 тысяч человек, которые владельцы PowerUnit. И компания хочет предложить нам, ориентировочно только до 31 мая, возможно, дать чуть больше времени, но хочет предложить хороший промоушен. Те люди, которые имеют солнечные панели, они получат возможность поменять их на акции компании на бирже Назда. Понимаете, о чем я говорю? То есть эти люди могут стать так же совладельцами компании. Эти люди могут так же стать держателями этих ценных бумаг. Эти люди так же смогут быть с другими мироощущениями, самочувствием, будучи в этом проекте. Когда ты акционер компании, когда ты развиваешь то детище, частью которого ты непосредственно являешься. Но точно так же компания понимает, что... Ну, давайте возьмем условно. Я не знаю, сколько процентов людей сделают замену солнечных панелей на акции, но давайте возьмем условно. У нас пускает 7500 держателей Golden Share, которые автоматом все становятся акционерами, получат акции. И у нас еще 50000, пускай, держателей солнечных панелей. Это огромнейшее количество людей, у которых появится совершенно другое мироощущение, энтузиазм. Ну, ребят, вот сейчас меня слушают многие, у кого есть только панели, не было акций, да? Но вы еще не успели ощутить себя в другой роли. Я точно знаю, что совершенно другой энтузиазм будет у всех в тот момент, когда вы воспользуетесь этим промоушеном. Совершенно другое мироощущение будет и отношение к проекту. Вы будете его совладельцем. Но в то же время компания понимает, что на таком огромнейшем количестве людей все равно есть тот процент, которые захотят себе еще дополнительно купить акции. Все равно есть процент людей, которые захотят, возможно, продать эти акции. И чтобы не увеличивать количество игроков на бирже, потому что, друзья, вы должны понять, что вот эти ажиотажные котировки, вот эти взлеты и снижения, они очень часто определяются не количеством приобретения либо продаж акций одним игроком на бирже. Они очень часто определяются как раз не суммами, а количеством желающих приобрести либо количеством желающих продать. А вас тут вдруг резко вот такое огромное количество. А у кого-то есть тетя Дюсик, а тот где-то там был недовольный, скажет, ой, а теперь бы мне вот эти акции и как бы монетизировать, превратить в денежки. Но она, во-первых, не знает, как это делать, потому что никогда в жизни не сталкивалась с инвестиционными счетами, с работой с брокерами. А во-вторых, ну как бы, а если у них тысяча? Понимаете? А вот если их тысяча, а у каждого всего лишь на руках, ну, плотной панели было, то есть по 1200 акций, да? То есть сумма-то небольшая, а количество игроков большое. И вот здесь компания создает классный фонд лояльности. То есть где-то Фабио сказал, ему нужно чуть больше трех недель для того, чтобы провести всю регистрацию, чтобы создать данное юрлицо. И компания создает нам профессионального помощника с ценными бумагами. Компания создает фонд лояльности для работы с акциями. И все те люди, которые акционеры, владельцы Волгеншер, и все те люди, которые захотят воспользоваться промоушенами, поменять свои пауэр-юниты на акции, они могут снять с себя вот этот весь, ну, слово геморрой не хочется применять, но все вот эти сложности и незнания данного процесса перепоручив, передоверив управление данному фонду. Во-первых, это как внебиржевая дополнительная торговая площадка, внутренняя, потому что если сегодня 100 человек хочет взять больше акций, а 100 человек их хочет продать, то не обязательно выставлять на биржу 100 игроков. Это все можно произвести внутри фонда, не влияя на котировку, не уменьшая ее. Это очень важный момент. Во-вторых, фонд профессионально владеет, ну, как профессионально ведет эту деятельность и помогает нам, помогает нам осуществлять процессы. Очень важно следующее. Файбер предполагает, что будет очень большое количество людей, которые владели солнечными панелями, а захотят их поменять на акции. Соответственно, если в первом случае они еще 19, 18, там 18 с половиной лет должны получать были дивиденды, там в размере определенной суммы, то на сегодняшний день, тем более учитывая, что стоимость наших акций пошла стремительно вверх, то не просто те же, а даже большие деньги они могут получить, реализуя акции. Файбер предлагает следующий механизм, он сейчас это все в официальном документе опишет, то есть как бы, что происходит, да, если у меня деньги в панелях, я там за 18 лет получаю какую-то сумму дивидендов, а если я вместо 1200 долларов, например, получаю сегодня 1200 акций компания, но которые уже, как вы видите, очень серьезно и дорого стоят, то как бы моя монетизация меняется, у меня появляется финансовый интерес, и через фонд компания хочет создать такую ситуацию, так как это очень значительное ускорение обналичивания средств, то есть получение в конечном итоге той или иной прибыли, ориентировочно 10% в месяц. Вот такую нормировку хочет поставить компания через фонд. То есть что это означает? Ну это означает, что если у меня, например, было три солнечные панели, я их подменял на 3600 акций, то через фонд я могу их монетизировать, то есть превратить в деньги, продавая в месяц 10% моих акций, то есть, например, по 360 акций. И что это будет в результате в деньгах? Прогнозировать точные цифры нельзя, потому что мы не знаем, сколько будет средний курс в течение года. 3 доллара за акцию, 4 доллара, 5 или 7, как сейчас. Но я люблю считать минималки. Давайте возьмем тот курс, который уже далеко позади. 3 доллара за акцию. У меня было три панели, у меня 3600 акций. Значит, 10800 долларов я за год получил. То есть я не жду 18 лет эти деньги. Я эти деньги получил за год. И Фабел понимает, что когда произойдет сейчас у людей осознание, что механизм, который он сейчас создает, создает, чтобы превратить его в сильный промоушен, чтобы как минимум тот же объем денег саккумулировался за маленький период времени, то есть не за 18 лет, а чтобы эти же деньги пришли к людям, например, за год. Это совершенно бедная энергия, это совершенно другие возможности, это совершенно другие расходные деньги на развитие себя, бизнеса, жизни и так далее. Это другой уровень возбуждения. И вот это, когда у вас понимание произойдет, то вы поймете до конца, насколько складывается картинка. Итак, компания сделала правильные акценты на сегодняшний момент на нужные продукты. Друзья, сейчас мы продвигаем через пакеты станции, хэллоу и бизнес-суид и программное обеспечение. Без проблем, нужен телефон, покупайте. Он есть в продаже, только он не лежит в пакете экзекутив. Вот и вся разница. Нужна люмина? Подождите немножко. Сначала компания до выдаст 3000 штук, которые сделаны предоплаты. Кстати, по поводу люмина. Так как этот продукт самый ожидаемый оказался, то возможность поменять на хэллоу, она существует. Кстати, очень многие люди вошли на фэмили пак. Компания сделала сейчас хорошую акцию. Вы можете одну, две или все три люмины поменять на хэллоу. К хэллоу прилагается мембер кода. Это значит, что продукт можно передать другим людям. Это значит, что эти деньги вы можете полностью обналичить. Кстати, если все три люмины, которые вы покупали со скидкой 1000 долларов, поменять на хэллоу, то там каждая люмина меняется на 8 хэллоу. Это значит, что 2000 долларов. Вы взяли 3 штуки за 5, поменяли на 12. 8, 8, 8, 24. Вы на 1000 долларов в бюлсе. И у вас есть наличие товара, который людям крайне необходим. И это не три игрушки, которые вы можете играться. А это реальный запас, реального продукта для мгновенной отоварки следующих людей. Причем продукта интересного. Но это еще и деньги, которые возвращаются обратно в систему. Поэтому, друзья, кто имеет желание, делайте замены. Чем больше вы сделаете замены, тем больше классных, качественных люмин, которые сейчас делает ЧОФИ, будет для того, чтобы их поставить в дальнейшую свободную продажу. Если вы сейчас все услышали, что я вам хотел сказать, и понимая ситуацию, успокоились, пожалуйста, можете ждать. Не вопрос. Где-то ориентировочно ЧОФИ сказал, ему нужно полтора месяца, чтобы закончить этот процесс. Вот. Вот этот становшийся процесс. Я поле минок сейчас. Итак, друзья, в конечном итоге, что мы имеем? Мы имеем грамотную расстановку акцентов по продукту. Компания не просто так специально сегодня делает акцент на хэллоу, который для вас новый, и вы о нем мало знаете, но это очень сильный реагированный взрывной товар для бизнеса. Он имеет фантастическую доказательную базу. Я одел человеку, замерил, добавил кристаллы, одел, через 10 минут показал, насколько все поменялось. Все, человек хочет. То есть компания приобретет другую динамику. Но компания в то же время нам даст базовые станции. И помимо нашего любимого МСЭЛ, который мы видим на 5 ГГц, кстати, очень скоро будет обновление программного обеспечения, и ваши мини-станции, которые вы уже получили, они помимо 2,4 ГГц обычного Wi-Fi сейчас вам даст и МСЭЛ. И ваши спейсфоны, которые уже у вас на руках, обновите программное обеспечение, они начнут воспринимать этот МСЭЛ. То есть пока к вам придет первая партия станций, вы уже сегодня через буквально, ну пускай две недели возьмем, сколько нужно компаний, чтобы запустить этот процесс, вы уже сегодня начнете к этому прикасаться. То есть со всех сторон начнется возбуждение рынка. И мне не нужно вас на это мотивировать, потому что все слышащие, все мыслящие и анализирующие, кто меня сейчас слышит, вы должны, да вы же сами просчитали наперед, что произойдет буквально за каких-то полтора месяца. До конца мая взвинтится настолько сильнейшая энергия во всех структурах, во всей глубине, во всех поколениях, насколько много десятков тысяч людей вновь оживиться, вновь вспомнит о своих целях, не так и загорится реальными финансовыми возможностями, что может быть, дай бог, вот это изменение, вот эти правильные реконструкции, может быть, дай бог нам, ну, как говорится, не хочу загадывать наперед, но, может быть, уже и в этом 2016 году дадут нам возможность не просто в 3-4-5 раз поднять товарооборот суммарно, который пройдет за год до нового года, а может быть, мы в этом году, ребята, наберемся амбиций и поставим задачу сделать миллиардный товарооборот. Тем более для этого у нас все есть предпосылки. Тем более рынок СНФ мощный, дали подарки за закрытие маленьких квалификаций. Вы же понимаете, что десятки тысяч людей сейчас, вот в эти 3 месяца, это промоушен на 3 месяца всего лишь, вот 3 месяца получат эти вот хеллоу, тысячи-тысячи людей закроют гол, получат станции, тысячи людей платину сделают, получат и хеллоу, и стейшн. Сколько это даст новых даймондов? То есть под вами люди будут закрывать подарки, вы их выведете на результат, вы станете даймондами, президентами, миллионерами. И поэтому, когда эта вся картинка складывается в одно целое, когда мы понимаем, что компания решает проблемы Golden Shelf, компания дает суперский промоушен, держатель панелей, тоже им дает возможность быть акционерами. И вот эта вся энергия, и ты тут понимаешь, что абсолютно несложными и реальными становятся и две новые квалификации. двойной президент-миллионер и гранд-президент-миллионер. И нам не придется с вами ждать год, чтобы случились первые люди, которые закроют эти квалификации. И я точно знаю, кто-то из вас сегодня не мечтает закрыть президента, а будет президент-миллионером. А кто-то из вас, кто меня сейчас слушает, в этой компании станет гранд-президент-миллионером. И никогда, как и я, не захочет вспоминать себя несколько лет назад, потому что жизнь поменяется настолько, вы лично сновы растите настолько, люди вокруг вас вырастут настолько, что вы будете хотеть смотреть только дальше, только вперед и не смотреть в прошлое. Потому что, друзья, нам нужно двигаться вперед, нам нужно двигаться в будущее. У нас есть для этого промежуточные этапы, цели, мероприятия, которые нам позволят иметь систематизированный этот процесс движения в будущее. Поэтому следующий слайд, я бы хотел сейчас поговорить с вами о том, что компания, она уже видит себя, видит себя более мощно, стратегически, и делает большее планирование. То есть уже сегодня идет планирование на целый год. Ребята, вы только посмотрите, да? У нас с вами ответственный момент, потому что мы живем с вами на той территории. Именно наши структуры имеют отношение к первому мероприятию, и мы не можем не сделать его грандиозно. Мы должны поменять свое мышление, потому что весь же мир будет смотреть. Вы понимаете, там четвертое событие, может быть, кто-то и не заметит, как оно произошло. Но все заметят, как первое произошло. И это тоже преимущество. Первое запомнится всем. Поэтому, друзья, 22, 23, 24 июля в городе Казани состоится конвенция для стран СНГ и других стран. Я вам сразу говорю и других, потому что я точно знаю, что будет очень много разных стран, представителей и Индии, и Турции, и Монголии, и Евросоюз. То есть съедутся очень много людей с разных стран. Поэтому я назову вас сразу правильно. Международная конвенция, которая произойдет на территории России в географической центре России. Это прекраснейший город Казань. После этого в сентябре 2016 года произойдет официальное открытие Туниса и очень большая конференция для ближайших стран. После этого официальное открытие в октябре Таиланда и для азиатских стран очень большое событие. И вы знаете, у лидеров данного региона неизмиссия. Я знаю, какие они себе поставили цели. Меня очень вдохновляют их цели. Они поставили себе цель и задачу сделать в октябре событие на 100 тысяч человек. И в этот момент я понимаю, что нам тоже нужно менять свои мозги. Нам тоже нужно мыслить по-другому масштабно. Тем более, что в компании складываются пазлы именно так правильно, так в нужном направлении, что мы можем это делать. Что мы сегодня можем работать, верить, доверять этой компании. Что мы сегодня можем быть более жесткие в своей мотивации, более горящие наши глаза должны быть. И мы сегодня можем смело идти на больше амбиции, больше результата. Давайте мы тоже соберем другое количество людей. А почему бы нет? А кто нам мешает? Если раньше вы вывозили максимум 5-10 человек на какое-то мероприятие, кто вам мешает вывезти 50-100? Это наш рост, это наши амбиции. Мы должны себе разрешить об этом думать и верить в это. Далее, открытие Колумбии, открытие Парагвая в ноябре 2016 года. Далее, Атлантическое событие. Ша, Канада, Европа, январь 2017. Это на территории Америки будет происходить. Я вам скажу еще одно событие, оно нас касается. И есть те из вас в конференц-комнате, кто там будет. Да, у нас у всех с вами фокус на Казани. У нас с вами фокус на Казани. Но у нас есть еще один фокус. Это 16-19 сентября. Это клуб миллионеров, который состоится в Сингапуре. Именно в этот месяц, в эти дни это будет проходить вместе с Феррари. Феррари 1, которая именно в этот месяц будет в Сингапуре. И как раз вот эта трасса, она видна с нашего офиса. И поэтому именно на эти дни Фабио поставил следующий сбор клуба миллионеров. Я, друзья, точно знаю, что те из вас, кто сработает максимально на 1000% на казанские мероприятия, и приедут совершенно с другим количеством людей. Это будут первые реальные кандидаты сделать до сентября президент-миллионера. Тем более, вы же видите, что происходит. Какие энергии от финансовых процессов, от правильного подхода к продукту, от изменения в лучшую сторону курса и стратегии компании. А ведь вы понимаете, что по цепной реакции это позакрывает вопросы, вот эти накопившиеся там по предыдущие месяцы за панели деньги, да, это все выведется. Потому что зарплаты уже все без проблем. Я сегодня говорил с одним человеком, мне говорит, вы выводите, ты знаешь, мы уже три месяца, я уже три месяца вывожу спокойно на карту, приял система, у нас все выводится. И вот это в комплексе, вот это в комплексе, давайте допустим, пускай нам полтора месяца, ну два нужно пускай, чтобы массу этих вопросов ввать и забыть о них навсегда. Нет, ребят, это такая энергия, это такой драйв, это такое удовольствие сегодня понимать, что практически еще никого мы не подписали, практически еще никто из тех 10 миллионов людей, которые только в России, в сетевых разных компаниях, практически никто даже не слышал о нашей компании, а сегодня у нас настолько разноплановые, мы можем зацепить и технологически настроенных, и по здоровью настроенных, и, господи, финансово настроенных, в конце концов, мы первые в мире компании, которые платят на каждое безместо 200 тысяч долларов в неделю, а у вас в экзекуете три таких бизнес-места, то есть до 600 тысяч долларов в неделю только по бинару можете зарабатывать, да, а еще генерейшн, это же, что я не считал это, то есть сегодня это самый сильный маркетинг-план, масса промоушенов для начинающих, то есть, ведь степ-бай-степ, степ-бай-степ, делая маленькие шаги, вы будете приобретать результаты и уверенность в том, и интерес, и делать следующий шаг, сегодня на этом периоде сделали Team Developer, в следующем периоде сделали Gold, в следующем периоде сделали Platinum, в следующем периоде сделали Diamond, вы взяли все подарки, вы сделали деньги, вы сделали квалификации, и так сегодня будет делать тысячи человек, тысячи человек, до конца не поменяет свою жизнь к лучшему, и что же у нас в итоге этого годового плана, а в итоге то, что мы уже сегодня знаем, о событии, которое произойдет в апреле 2017 года, Всемирная конвенция, куда соберется весь мир, в огромнейшем количестве, и это будет в Дубай, очень удобное, стратегически выгодное место для всех, и по транспорту, и по визам, и по красоте, и время ведь апреля, лучший сезон, именно сейчас отдыхать в Дубай, когда нету 50 градусов, в жары, когда замечательные, теплые условия, и когда мы с гордостью соберем рекордное количество людей, даже не будем не загадывать, сколько, это невозможно загадать, потому что это будет фантастика, следующий слайд, я сегодня знаю о том, что в апреле следующего года есть мероприятие номер один, да, Всемирный съезд, и каждый сегодня понимает, что есть очень много ближайших событий, чего только стоит казать, это же фантастическое событие, и заметьте, друзья, вот у нас есть и разные квалификации, и разные уровни, и выгодно, выгодно делать карьеру, первая квалификация, Team Developer, это же очень выгодная квалификация, это самая первая цель, которая должна быть у каждого, который только зарегистрировался, почему, потому что это единственная квалификация, которую не нужно никогда подтверждать, понимаете, Gold, Platinum, Diamond, миллионеры, президенты, все имеют обязательные условия, нужно в течение года подтвердить квалификацию, Team Developer, она один раз закрывается, но сделав Team Developer, ты всегда имеешь доступ к специальным квалификационным тренингам для Team Developer, конечно, делая Diamond, ты получаешь специальное обучение для Diamond, и на всех событиях обязательно есть один день, когда даже гость, имея билет, может принять участие, где все 100% могут принять участие, независимо от того, какой приобрели продукт, независимо от того, на каком уровне находятся, все 100% могут принять участие, следующий слайд, следующий слайд, и поэтому, друзья, зафиксируйте себе информацию, это очень важная информация, потому что у вас впереди 11 месяцев времени, я даже не представляю, что может помешать мне сделать 3 раза Diamond за 11 месяцев, чтобы быть квалифицированным квалифицированным на Diamond Life Tour в Дубай, потому что в Дубай будет огромнейшая конвенция, на которой будет специальные мероприятия для Diamond и выше квалифицированных, на которых будет специальные тренинги для Team Developer, и на которых будет специальный день для всех желающих, но сегодня еще 11 месяцев, чтобы говорить о том, всех, сегодня давайте поговорим о каждом, и чтобы он был на всех мероприятиях, которые будут в Дубай, сегодня давайте говорить о том, что, я даже не представляю, что может помешать кому-либо из вас сделать 3 раза Diamond за 11 месяцев, ничего не может помешать, ребят, реально ничего не может помешать это сделать, поэтому 3 раза Diamond, и это началось уже сейчас, уже сегодня, сейчас вы делаете квалификацию для того, чтобы получить все самое лучшее, все самое лучшее, что будет в Дубай в апреле 2017 года, следующий слайд, но все начнется в Казани, и для меня это очень ответственно, для нас это очень ответственно, для всего мира это очень ответственно, может быть, за то, что мы такие, какие мы есть, нам повезло, может быть, за то, что мы имеем такое терпение, я знаю за что, за то, что мы лучший движок на старте кампании, когда пришла русскоязычная команда, эта кампания начала развиваться, за то, что мы каждую неделю делаем новых Diamond, за то, что у нас такая армия президентов, за то, что у нас только президент Diamond и миллионеров, за то, что каждый, это уровень мирового лидерства, за то, что каждый, это человек, о котором можно говорить часами, за то, что сегодня у нас самое большое количество держателей Golden Share, за то, что у нас сегодня самое большое количество держателей Power Unit, за то, что мы самый мощный и перспективный рынок, который боится весь мир, за то, что в этой компании мы сделали то, чего не делал никто до нас в сетевом маркетинге, впервые, весь мир, а уже более чем семидесяти странах структуры стоят под русскоязычными лидерами, а не наоборот, как в этих Дженез, Эджелах, других этих Ванкуин и других кошмарных компаниях, когда мы являемся нижними во всей этой иерархии, кто-то жирует, здесь все по-другому, здесь русскоязычная команда играет тон, и мне было так приятно, когда вот эти даже VIP-подарки, часы именные, больше всех часов получила русскоязычная команда, и мне нравятся слова Фабио, давайте прекратим период, перестанем себя недооценивать, и избавимся от синдрома маленьких и неуспешных, лучшие, успешные, самые мощные, самые сильные, и распространились уже на 70 стран как минимум, да, а возьмем все 200, и в нашем бизнесе самое главное, что не важно, кого знаешь ты, важно, кого знает он, наш бизнес имеет неограниченное количество поколений, и все товарообороты засчитываются, у нас самый рабочий маркетинг план, у нас самые ответственные события, и нам поэтому компания доверила, и мы это возьмем и сделаем, сделаем на благо в первую очередь нам и нашим командам, и кампании, мы сделаем грандиозное событие в Казани, это будет особая конвенция, это будет фантастические три дня, 22, 23 и 24 июля, и давайте эти три дня разберем по порядку, следующий слайд, итак, итак, 22 июля, это день стиля жизни, это день, когда самым лучшим образом будут отмечены самые лучшие, и самая маленькая квалификация за всю историю, сколько мы работаем, чтобы быть на лайфстиле дня, ребят, посмотрите, один раз даймонд или два раза платина, один раз даймонд или два раза платина, и ты 22 июля в составе лучших мировых лидеров, президента компании, приедет вся компания, вся, ребята, Фабио Гальди делает очень большой акцент на это мероприятие, будут все, и нас будет там сотни, сотни квалифицируются за эти три месяца, это будет фурор, мы получим то, во что мы верим, я верю в то, что это будет фурор, я очень надеюсь, что в этой комнате есть люди, и эту запись будут слушать люди, которые будут поддерживать это желание, сделать фурор, и начнем мы это уже сегодня, у нас нету другого шанса, у нас лучший момент сегодня, у нас лучшие изменения в компании сегодня, у нас лучшее преобразование в компании сегодня, и ближайшее мероприятие это на нашей территории, весь рынок СНГ, Европы и другие страны, где есть ваши люди, везите их сегодня в Казань, и сегодня поставьте себе цель и задачу сделать даймонда или две платины, и вы попадете на лайфстиль день, и вы окунетесь в самое узкое, близкое окружение к президенту, получите самую интересную информацию и проживете, вот вы посмотрите на эти фотографии, это красивое красивое место на карте, это Волга, это удивительная энергетика, это удивительная природа, это уже тысячу лет место, которое имеет настолько мощные стержни, настолько удивительную красоту, это место, где прекрасно себя чувствуют все религии, которые только есть, это очень теплое дружное место, это не просто так стал центром спорта всей нашей Российской Федерации, это особое место, где можно взять самые большие олимпийские награды, и Казань 2016, это должно быть место, где вы получите свое максимальное признание, где вы будете чувствовать себя тысячу процентов победителем, и куда вы привезете с собой огромнейшее количество людей, которые под вами сделают как минимум тим девелопера, потому что 23 числа состоится ваше любимое мероприятие, любимое мероприятие, которое родилось здесь, в этом городе, городе Казань, это Волк Экадеми, И тот, кто был, тот знает, это нельзя забыть никогда, это запоминается на всю жизнь, это праздник жизни и души, это праздник команды, это Волк Академия, и это мероприятие на самом высоком уровне, и это впервые наконец-то произойдет только для квалифицированных партнерам, потому что это большой зал, это Корстон, это самый центральный бизнес-центр, Воллтрейд центр, в нем есть свои тоже ограничения, поэтому друзья, все, кто когда-либо закрыл Team Developer, уже поздравляю, у вас уже есть возможность занять место в этом роскошном прекраснейшем зале, где вы получите 23 числа невероятное академии, невероятные знания, невероятно другая энергия будет в этом зале, другое настроение, другое количество богатых людей, довольных и счастливых, и постарайтесь, ну как вам это сказать, постарайтесь уже сегодня подумать о том, сколько вы вместе с собой вывезете квалифицированных партнеров, Team Developer, Gold, Platinum, сколько в ваших организациях вы создадите, у вас достаточно, у вас сегодня три месяца, вы сегодня можете сделать фурор, вы сегодня поменяете свои цели и задачи, и вот эти, как программа 90 дней, вот эти три месяца, каждый день вы работаете на то, чтобы натянуть тетиву до максимума, чтобы люди, которые соберутся на академии, получили невероятные знания, потом удивительнейшее удовольствие, я знаю, что есть кто-то в этой конференции или слушает эту запись, кто еще не был на Казанской академии, это нормально, потому что мы развиваемся, я вам скажу так, я не знаю ни одного человека, который бы после академии в Казани мог сказать, что не хочет туда вернуться еще раз, все 100% получили удивительное, незабываемое ощущение и такой заряд энергии, который месяцами дает стержень для работы и дает такой ускоритель двигаться дальше на более высокие квалификации, поэтому лидеры, подумайте уже сегодня, сколько ваших тим-девелоперов будет сидеть в этом зале и каждый кто сегодня пишет эту запись, подумайте о том, чтобы моментально, тим-девелопер это не та квалификация, которую нужно делать месяцами, это делается быстро, это очень четкий, простой, небольшой объем работы, который можно сделать даже за одну неделю, даже за два дня и есть у меня рекордсмен, который сделал это за два часа, человек с момента подписания в компанию за два часа сделал тим-девелопера, но сделайте это за период, за два периода, за три периода, но сделайте это массово, и то, какие вы получите знания, то, какие звезды международного уровня вам будут это преподавать, то, какой это удивительнейший, просто удивительнейший поток мудрости и секретов будет. Ребят, ну, я не могу вам передать эти ощущения, когда я сегодня прекрасно понимаю, что самые лучшие в мире, самые большие практики, самые сильнейшие преподаватели, звезды мирового уровня, лучшие в мире, они в наших командах, и они все будут на этом мероприятии. Это будут десятки, просто десятки удивительнейших людей, тысячи других мечтают, чтобы у них поучиться, миллионы даже не мечтают подойти, быть рядом, другие компании, они не могут быть в рейтингах, потому что у них нет лидеров, и эти люди есть у нас. И это будет, наверное, я уверен, я знаю, я точно знаю, это будет лучшая академия вашей жизни, лучшая академия, в которой вы будете вспоминать всю оставшуюся жизнь. И самыми яркими, самыми яркими моментами это будет, конечно же, обучение на уровне миллиардного видения от Павел Дальнер. Это будут удивительные новости, которые даст менеджмент компании. Это будут самые бесценные, самые бесценные знания даст вам команда людей, лучших в мире людей, людей, которые создали всю эту компанию, людей, которые заставили весь мир содрогаться, кого-то убегать, кого-то догонять, людей, чьи имена должен знать каждый наизусть и знать, что на сегодняшний день самая мощнейшая в мире команда это команда русскоязычная. Я вам назову основных ярких представителей, людей, о которых будут слагать легенды, а вы лично будете у них учиться. И в этот день впервые такая звездная команда соберется все вместе в один день. это будет самое лучшее обучение, которое можно было только придумать себе. Потому что там будет президент Даймонд Нина Шарина, президент Даймонд Владимир Ермоненко, президент Даймонд Ирина Горейнова, президент Даймонд Наталья Лычагина, президент миллионер Ольга Карц, президент миллионер Сергей Афанасьев, президент миллионер Сергей Шевченко. 7 самых мощных в мире людей, которые будут работать для того, чтобы вы состоялись. И все остальные тоже приедут. И миллионеры, и даймонды, и президенты. Весь мир соберется в одном месте. Я просто не знаю фамилии того, кто не приедет. Я не знаю всех ваших фамилий, кто приедет с нашей стороны, кто приедет обучаться. Но я знаю, чем это закончится. Ваша жизнь начнет стремительно улучшаться. Но есть еще одна маленькая информация. Но эта информация может решить кардинальный вопрос. Потому что за каждым из вас стоят люди. За каждым из вас за три месяца вырастет структура, организация. И перед тем, как включат следующий слайд, я хочу сказать вам слова одного человека. Очень известного в мире полководца. Который говорил. Если ты в бой отправил необученное войско, ты совершил самое большое в мире преступление. И в рамках Казань-2016, в рамках Международной конвенции будет самый главный и самый важный день. Это 24 июля. Следующий слайд. 24 июля. Зарезервирована просто мега огромная площадка, вмещающая тысячи тысяч людей. Это ТАТ-нефть-арена. Это самая яркая и красивая площадка, которая создаст лучшие условия для проведения самого главного события. События, на которые мы с вами соберем все наши организации. Каждого человека, которого когда-либо раньше подписывали, и которого регистрировать бы три месяца. Потому что мы, лидеры, должны быть высокого личностного роста. Потому что мы должны понимать, что мы должны создать нашим людям грамотное, правильное, мотивационное поле знания, информации, видения и впечатления. Потому что мы должны их максимально прикоснуть к этой компании, максимально обучить и максимально грамотно, правильно повести вперед. И ничто другое никогда не заменит впечатление. И понимание масштабности компании, как личное прикосновение к самому президенту компании. Вот каждым, кто даже может быть только вчера зарегистрировался, или может быть рассматривает компанию, но еще сомневается. Вот он тот день. День для всех. 24 июля. От Фабио Гальди, от всего менеджмента компании ВОЛТ, Международная конвенция Казань-2016, в лучшем для этого помещении, удивительная площадь Эфти Арена, город Казань, и девиз, будь там, где все, все будут в Казани 100%. Спасибо всем, спасибо за внимание, и до следующих встреч.